Добрый вечер! Приехали мы сегодня на рыбалку с целью протестировать новую продукцию компании БФ. Появилась у нас на днях на рынке миласа, немножечко необычная, сейчас более подробно, ну и ликвид-концентрат. Интересно, это концентрат, да? То есть, это емкость маленькая, можно еще разбавить на большой... Да, да. Вот она объемом пол-литра, но масса у нее здесь 700 грамм, то есть, намного плотнее воды, да, и ничем не разбавлена, густая. Миласа состоит из нашей обычной свекличной миласы и добавленную более дорогая тростниковая миласа, которую довольно сложно достать, которую очень любят карпятники. Ну вот она пахнет даже без этой женности, вот такой, не так, как вот обычная наша миласа, то есть, на уровне такой вот европейских производителей миласа. Классный аромат, такой нежный, но это надо вам самим понюхать, конечно, не передашь, никак через камеру. Цена, конечно, будет немножечко больше, чем основная, но как бы вот та миласа, которую представлена у нас на рынке, именно свекловичная. Ну, видимо... Все-таки тростниковая миласа, в нашей свекловичной миласе есть сахариды, в тростниковой миласе полисахариды, она более насыщенная, ну и как обычный тростниковый сахар, хоть он и не сильно дорогой, но ценится он намного выше. Хорошая упаковка, дозатор. Да, немецкая тара, каждая баночка идет с дозатором. Молодцы, белорусские производители все-таки показывают классные вещи, и я всегда за то был, что надо поддерживать своих белорусских ребят, которые вылаживают душу в эти дела. Зачем нам европейские всякие товары, вон, пожалуйста. Я смотрю, много ароматов представлено здесь. Тут и фрути, вон... Да, 10 ароматов представлено. Молодцы, я смотрю... Молочный крем, слива, мед, малина, клубника, ананас, кукуруза, да. Какие-то ароматы, может быть, кто-то скажет, карповые, хотя кто проверял, как кокос, допустим, полищу. Ребята из Минска сказали, что отлично должно работать по платве. И, может быть, это все предрассудки, что ананас не работает по лещу. Артем говорил, что зимой пользовался какой-то Ричфордс ароматикой, макал мотыля в ананас зимой, и отлично ловил леща ночью. Сейчас мы замешаемся, подготовим прикормку. Наш БФ, старый, добрый, требует немножко времени, чтобы подняться. Это живая прикормка. Значит, настрой сегодня будет ловить. Три одинаковых пакета мы замешаем. Это мы сегодня выбрали премиум лайт XL. В ней молочный протеин, довольно питательная. Будем насыщать мелкую рыбу, пересыщать ее, чтобы она наедалась и сваливала с точки. И будем дожидаться крупных лещей. Я предлагаю, наверное, замешать сухую в одном ведре все три пачки. А потом ароматику как-то, может, завтра добавить. Да, сначала пускай она... Она пускай приготовится у нас сейчас. Да-да-да. Заработает. Сначала 10-го, в принципе. Мы сейчас ее приготовим. Она за ночь... Подойдет. Да. Заиграет. А завтра мы разделим на три части и попробуем три разных каких-то аромата. Каждый выберет свою арому. Для дозировки. Наш оператор, какую выбираешь ароматику на завтра? Для этого. Кокос. Хорошо, отлично. Очень интересный кокос. Для меня, по крайней мере. Здесь карамель, я видел. Карамель. И вот молочные сливки тоже может быть. Вот, молочные сливки, да. Нам и объясняли, так что ее даже по-другому нужно нюхать. Как-то вот сначала сдалека. Да помни, что это... И она остается, вот запах где-то даже в желудке. То есть, там он необычный аромат. Это дозаторчик, вот. 30 миллилитров, в общем, дозатор. У нас здесь 150 миллилитров. То есть, в принципе, на... Я думаю, что на три рыбалки. Вот эта баночка. Да, где-то. Такой колпачок, я думаю, на килограмм будет, наверное, оптимальный вариант. А если вот... Розбавлять водичкой. Нужно... Если рыбачишь на реке, допустим, можно, конечно, усилить концентрацию именно аромы. Но в то же время можно замешаться на меласе, чтобы утяжелить прикормку. И еще... И туда же... Да, туда же еще ароматизировать. То есть, ароматизировать непосредственно как бы разбавленную меласу и то, что вместе залить. Чуть-чуть я утяжелю нас корм, чтобы вот уклейка нам сильно... Подай нам, пожалуйста, баночку для разбавки меласы, чтобы туда весь тазик не портится. Чтобы сильно уклейка нас не доставала, чтобы корм был тяжелее, более насыщенный. Пускай, пускай будет более такой сладенький. Вот она такая густая. Для чего нужна меласа в прикормке? Ну вот мы уже немножечко это обсудили, этот момент. Обычно раньше, вот как мы думали, начиная свою спортивную карьеру, что меласа только нужна для ловли на реке, чтобы утяжелить прикормку, ее склеить. Но сейчас и успешно, как бы все знают, и в озерах доливают ее. Небольшое содержание бетаина. Бетаин – это аминокислота, которая ускоряет процессы пищеварения. То есть, в то же время меласа является активизатором аппетита у рыбы. И в то же время еще и слабительным немножко тоже активизируется ее пищеварение. И она быстрее становится голодной. Прямо на месте кушает и ходит в туалет. Три колпачка я налью на три килограмма. И потом еще добавим ароматики. Ну да, вот хорошая дозировка. Приятно, очень приятно, что есть такие в Беларуси ребята. Они, конечно, не первые, кто все это занимается всем этим. Дай бог, не последние. Может, и мы когда-нибудь. Да, может, и мы. Дело это непростое. Рыбу понять и угадать то, что она захочет, очень сложно. Совсем немножко получилось, но действие будет. Ну, наша задача сегодня его приготовить. Окончательную физику мы сделаем завтра. Пусть набухает за ночь. Может, можно еще водички добавить? Да. Давай подалить свеженький. Удобное ведерко. Сейчас такой выход тут был. В качестве экскюза, ребят сегодня здесь с утра рыбачили и клюва не было. Так что, если мы завтра ничего не поймаем, не вините. Не вините прикормку. Да, поймаем. Мы поймаем, да. Ну что, отдыхать? Отдыхать. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok